вяжем гибкий шнур для работы нам потребуется две нити не обязательно контрастного цвета я взяла контрастного чтобы легче было объяснить и показать это у меня пряжа анна 16 крючок номер один шнур хорошо смотрится также на более толстой пряжи и так мы захватываем две нити вот таким образом одна нить поверх пальца левой руки а вторая под пальцем левой руки вводим крючок между нитями захватывая обвивая белую нить вот таким образом теперь мы захватываем снизу ну как обычным способом мы провязываем столбик и протягиваем через две нити на крючке еще раз вводим крючок под белую нить захватываем оранжевую и протягиваем через две нити на крючке и вот таким образом пока не спешите делайте это медленно чтобы привыкли ваши руки к движению и у нас получается вот такой гибкий шнур давайте рассмотрим наш шнур получается косичка состоит из белой нити оранжевой нити вот тут еще одна оранжевая нить а здесь как бы изнаночная сторона достаточно плотная такая цепочка вот такой у нас гибкий шнур нужно потренироваться чтобы у вас получалось одинаковая плотность и чтобы вам удобно было вязать гладьевой валик или еще по-другому называется настил это взято из вышивки этот прием нам нужно как бы имитировать вышивку как будто бы мы будем гладью вышивать поверх столбиков но мы конечно не будем пользоваться иглой а мы будем пользоваться нашим крючком и очень хорошо ложатся нитки когда мы захватываем необычным способом вот так нить а захватываем как бы сверху ней тогда она сразу хорошо укладывается ровненько над столбиками и провязываем вкалывая на ряд ниже то есть них не в предыдущий ряд а еще на ряд ниже наш крючок мы провязываем по два столбика в один то есть вот сюда в основание провязываем по два столбика хорошенечко вытягиваем нитку на высоту столбика чтобы у нас не заворачивался элемент с изнаночной стороны у нас должны вот так аккуратно ниточки располагаться рядышком друг с другом то есть они должны хорошо укладываться если мы провязываем по два столбика то у нас конечно же возникнет вопрос но тогда же мы очень много прибавляем и у нас могут волнить наши элементы чтобы этого не происходило старайтесь вязать достаточно плотно старайтесь следить чтобы верхняя петля не вытягивалась следите за тем чтобы у вас ну вот мне чуть-чуть перекрутилась чтобы вас нити именно располагались в так рядышком плоско друг с другом красиво обычно гладиевой валик настил у нас по изнаночной стороне будет лицевая сторона и вот когда мы вот так аккуратно захватываем нас не перекручивается нитка именно укладывается так как нам нужно и следить чтобы вот эта петля у нас не вытягивалась иначе здесь будет много петель ну как бы много не так и они будут волнить поэтому следите за техникой провязывания вот здесь не вытягиваем петлю а здесь вот так ровненько располагаются плотно друг другу наши нитки ну Субтитры создавал DimaTorzok